Пресс-конференцию накануне 16-го кинофестиваля Меридианы Тихого можно назвать скорее дружеской встречей организаторов и журналистов, которые уже по традиции из года в год освещают масштабное культурное событие. В первую очередь обсуждали то, чем отличится Pacific Meridian 2018. Если бы фестиваль проходил в прежние, обычные середины сентября сроки, то, может быть, мы бы и не показали бы вам, допустим, новый фильм «Наоми колосса», «Видение», который прекрасен, это фильм по скриптам, поэтому я сразу начинаю рекламировать. «Жилье Бинош» – это какая-то фантастическая совершенно история, не пропустите его все. Смена сроков проведения на насыщенности программы сказалась исключительно положительно. На суд жюри и на радость зрителю представят 189 фильмов из 46 стран, 37 российских, а также 4 мировых премьеры. Темой, которой сразу несколько режиссеров посвятили свои работы, стало «Одиночество». Одиночество, не нисколько даже вот такому экзистенциальному состоянию, да, вынужденной в изоляцию. У нас будет фильм «Война Анны», Алексея Тридорченко, в общем-то, действительно, такая большая очень серьезная драма, но при этом камерная, показывающая, как маленький ребенок должен, в общем, выживать в очень тяжелых условиях. И все пространство фильма организовано через видение этого ребенка. Впервые в истории кинофестиваля в конкурс вошла полнометражная анимационная лента чилистских режиссеров Крестобаля Леона и Хоакина Кассинья «Дом волка». Необычный рассказ о девушке Марии, которая убегает из немецкой колонии и находит приют в доме, где начинают происходить странные вещи. А фильм «Открытие», картина Дмитрия Месхиева «Два билета домой» будет интересна абсолютно любому зрителю. Это идеальное зрительское кино, и мы с Дмитрием Месхиевым об этом говорили на кинотарке. Он очень рад был, что у него будет возможность приехать в Владивосток, потому что он здесь очень много наслышан, он хочет увидеть это своими глазами. Для него это какой-то мифический город, как земля с саником. То есть, ну там вот что-то происходит, что-то такое, чего нет нигде. Впервые «Меридианы Тихова» посетят и такие звезды, как Энди Макдауэл и Эрик Робертс. Главным гостем станет голливудский актер Стивен Сигал. А бессменный гость кинофестиваля «Рок Бриннер» в первый раз не сможет посетить события из-за болезни. Он, конечно, мысленно с нами. Он уже выбрал, просмотрел фильмы, выбрал победителя, которому будет вручен приз Юла Бриннера. И мы все желаем вам быстрее и быстрее поправиться и быть с нами на следующий год. Президентом 16-го международного фестиваля страна ТР «Меридианы Тихова» стал Александр Михайлов. К слову, актер из Владивостока займет этот почетный пост в год 80-летия со дня образования Приморского края. Фильмами закрытия «Пасифик Меридиан-2018» станут картина «На районе» режиссера Ольги Зуевой, а также поэтический роуд-муви «Видение» Наоми Кавасе с Джульет Бинош в главной роли. Кинофестиваль пройдет во Владивостоке с 21 по 27 сентября. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.